Я хочу с вами назвать вещи своими именами. Это президент страны, которая меньше, чем Киевская область. То есть по рангу, по уровню управленца он меньше, чем губернатор или чем мэр города Киева. И те деньги, и ту макрофинансовую помощь, которую Соединенные Штаты одномоментно влили в Грузию, конечно, показали какие-то результаты. На сегодняшний день я не считаю, что это судьба Украины и что Саакашвили должен быть премьером. Во-первых, я считаю, что причина всех наших бед, то что Украина потеряла свой суверенитет. Она теряла его медленно, начиная от отказа от ядерного оружия до сегодняшнего момента. После событий 2014 года, я считаю, что мы политики, а именно Порошенко, Порубий, Тручинов, Яценюк, сдали страну во внешнее управление Соединенных Штатов. И сейчас всеми процессами управляют исключительно из Вашингтона. Поэтому причина и корень всех наших бед, то что реформы, внешняя и внутренняя политика ведутся не в интересах собственных граждан, а в интересах спонсоров нашей власти. Саакашвили такой же протеже Соединенных Штатов. Если он заменит, то это будет Гройсман 2, Яценюк 3, кто угодно. Курс страны не изменится. Парадигма, в которой Соединенные Штаты видят Украину, это аграрная страна с разрушенными кооперационными связями с бывшим Советским Союзом, воюющая с Россией и играющая на понижение потенциала Российской Федерации. То, что при этом страдает наша экономика, гибнут наши граждане, разрушается наша страна и трещит по швам, им это неинтересно, у них геополитическая задача. Поэтому вся эта свора американских популистов, протеже и агентов влияния, как хотите назовите, уничтожают нашу страну. Если не придут другие люди, которые действительно будут заботиться об Украине, ничего хорошего не произойдет. Поэтому не дай Боже, чтобы это случилось. Я уверен, вы, кстати, обратите внимание на риторику, сейчас нам всем в Акарчуков президента пророчат, да, он там ездит в Еле учится, в Соединенных Штатах проходит тренинги. Вы посмотрите, это братья-близнецы Саакашвили, у него такие же требования. Закон о выборах, антикоррупционный суд, то есть система управления политиками со стороны Соединенных Штатов. Смотрите, НАБУ действует не в правовом поле и проигрывает все суды по законам Украины. То есть они хотят антикоррупционный суд, чтобы он подписывал любое решение, приятное и нужное Соединенным Штатам. Но вот эти протежи, эти требования и выдвигают. Они не выдвигают, да, там, повышение уровня жизни, снижение тарифов, прекращение войны. Они являются лоббистами американских интересов на территории нашей страны. И не для того, чтобы Украину еще раз сделать счастливой, а для того, чтобы продолжать войну с Россией. До войны и обороны сейчас будем переходить. Так, у контексте тут Олег из Харкова питают, для чего Украины летальное оружие от Америки. Ну, а я зазначу, что 350 миллионов долларов такую войсковую допомогу нададут Украине Соединенные Штаты Америки. Видатки предбачают реабилітацию наших войсковослужбовцев в медичных установах США, навчание, подготовку войсковых медиков и посиление боездатности Поветряных и ВМС Украины. Кроме того, Оборонный комитет Канады рекомендует надати Украине летальное оружие, запровадить безвизовый режим для украинцев и поддерживать пропозицию про миротворчую миссию ООН на Донбассе. Ну, что интересно, в предыдущем бюджете, когда предбачалась сумма допомоги Украине, и тогда вказалась, в том числе, на летальное оружие. Тут такой примитки нет. И хотелось бы понять, когда в США заявляют про надание летальное оружие Украине. Это правильная помощь Украине? Или планы правильной помощи Украине? Или все-таки это заявка для Российской Федерации, чтобы в такой способе играть мязами? Сейчас снова не понравится патриотам. Штатам нужна та власть в Украине, которая будет воевать с Россией. Исключительно. Дорогие друзья, невозможно выиграть войну у ядерной страны. Но это надо понимать головой. Это совершенно другая оборонная доктрина. Все то, что нам дают в виде вооружения, это не слово о мире. Это как раз Украина превращается в полигон для испытания новых образцов. И я уже неоднократно говорил, еще расскажу. Тем, кому особо это не нравится. Друзья, украинцы и русские воюют нашими гражданами на нашей территории. На нашей. Потому что гибнут в основном украинцы. Не наемники, не там какие-то частные военные компании. А украинцы. Украинцы. И чем больше вооружения будут давать, одни, тем так же симметрично будут отвечать другие. Только одни это будут делать официально, а вторые нет. Но дадут эти противоракетные комплексы, да, или там системы противобатарейного огня. Но те дадут такие же. Только будут гибнуть люди на линии соприкосновения. В том числе и мирные граждане. Что нам эти джавелины? Знаете, все ждали этого летального оружия, как какой-то панацея. Уже даже забыли, да, наверное, слово джавелины. Еще раз, это не ядерная бомба, это не лазерное какое-то современное оружие. Оно не решит наших проблем. Оно только продлит этот конфликт и дает остальные сигналы миру, что Порошенко все делает правильно. Война должна продолжаться. Не надо искать никаких мирных вариантов. А то, что гибнут граждане, ну, подумаешь, это уже в процентах. Я читал сегодня аналитику по заседанию ООН. Вот на 48% меньше погибло за последние три месяца, чем в аналогичный период прошлого года. Жизни человеческие меряются процентами. Это стало уже сухой статистикой. Это, знаете, кого вот не касается, для них это просто цифры. Потому что остальные города не понимают, что происходит на территории нашей страны. И этому мне очень больно потакает наша власть и гарант Конституции, главнокомандующий. Еще раз, это не решение вопросов. Хорошо, что раненых будут реабилитировать в Соединенных Штатах, потому что при уровне нашей медицины это сделать невозможно. Хорошо, что медики получат дополнительное образование и возможности потом, да, применять это на практике. Но я категорически против поставок вооружения одной и второй стране. Это не решит проблемы, не закончит конфликт, а только увеличит количество жертв. Киев, Вера, помогают ли нашей стране санкции Евросоюза и Америки против России? Друзья, есть такой показатель ВВП. Валовый внутренний продукт. Это все то, что мы создаем в сфере товаропроизводства и производства услуг. Россия потеряла 1,2% ВВП от санкций, Европа чуть меньше, а Украина половину. Эти санкции в первую очередь бьют больно по нас, по нам. Сейчас наш умный министр транспорта добился того, что поезда поедут в обход. Но Украина потеряет миллиарды, миллиарды. Это не решает проблему, потому что до сих пор самый крупный инвестор в экономику Украины является Российская Федерация. Самый крупный объем экспорта и товарооборота с Российской Федерацией. Есть ряд товаров, от которых мы не можем отказаться. Это ТВЭЛы, это ГАЗ. Это ГАЗ, как бы нам не рассказывал премьер-министр. Я каждый раз улыбаюсь, как мы там из Словакии, из Словении покупаем газ. Ребята, они не добывают его. Это реверс из Российской Федерации, Газпром. Просто они там оставляют свои откаты. Кстати, газ сейчас подорожает, если вы видели. Подорожала нефть, подорожает газ. Я думаю, что нас будут ждать новые тарифы. А как же запоминание премьер-министра про то, что нас дорожает, даже на вымогу Международного валютного фонда, который помогает переглянуть? Смотрите, у нас у власти лжицы. Вы вспомните, сколько Порошенко обещал до выборов, после выборов, каждый год. Да даже касательно священного безвиза. Он у нас наступал каждые полгода, вот именно завтра. Сколько обещал Луценко, сколько обещал Гройсман. Он обещал нас научить управлять страной и показать, как это правильно делать. Только люди живут хуже. Может быть, они и хорошо управляют, но только исключительно в собственный карман. На экономике Украины это сказывается крайне негативно. И, как говорил мой земляк, ну, правда, мы проходим точки невозврата. Можно даже не вернуться к уровню жизни 2013 года. Хотя, если вы видели, да, он там прогнозирует рост ВВП 3%. Посчитайте, если мы потеряли 50%, это минимум 15 лет роста. 15 до уровня 2013 года, когда вы вышли, потому что вас не устраивало то, как вы живете. То есть мы еще 15 лет обречены на это нищенское существование. Но я вам еще раз говорю, есть еще запас, инерция экономическая, потому что не все предприятия еще закрылись. Еще теплится надежда, что они возобновят объемы производства и когда-нибудь станут рентабельными. Когда люди поймут, что эта власть консервируется, и внешний вектор не будет, и внутренний меняться, они закроют остатки производства. И это все ляжет бременем. Либо эти люди уедут из страны, и мы потеряем специалистов, либо они станут на бирже труда. И опять-таки из той маленькой кучки налогов, которая сейчас собирает власть, непомерных налогов, да, но это все равно сумма в два раза меньше, придется содержать еще и этих еждивенцев. Трудоспособное, правильное, квалифицированное население. Лидия, Донецкая область. Заканчивается 2017 год, почему до сих пор не выплачена субсидия, кому обращаться? Я не знаю, в этой стране никто ни за что не отвечает. Потому что, еще раз говорю, гарант Конституции, президент, не гарантирует выполнение основного закона. Правоохранительная система не реагирует и не действует в рамках собственного устава. На улицах бесчинствуют радикалы. Об этом, кстати, тоже в докладе ООН говорилось и там упоминалось то, что, по сути, они являются сейчас одним из инструментов власти, да, по расправе с инакомыслием. Потому что власть буквально этому потворствует и никоим образом не пресекает. Поэтому, я не знаю, что вам посоветовать. Надо ждать, когда пройдет это напасть. Я очень надеюсь, все-таки, что так сложится внешнеполитическая ситуация, и что наша вороватая власть уже настолько вышла из доверия, да, инстинкт ее самосохранения заставит услышать внешних партнеров и все-таки провести внеочередные выборы. Тогда, я надеюсь, придут ответственные люди. Эти даже народным депутатам не отвечают на депутатские запросы, хотя это нарушение прямое законодательства. Но апеллировать некому. Нет правоохранительной системы, она разрушена. Невозможно. Вы знаете, мне иногда кажется, что они это сделали осознанно, для того, чтобы просто невозможно потом было их преследовать. Но я думаю, что после отмены закона о люстрации, когда мы сможем вернуть профессионала все-таки и в органы, и в отрасли, да, важные, ведь не растут на деревьях. Это создается многими годами, да, это опыт. Вот тогда мы сможем навести порядок, и действительно каждый ответит по заслугам, и государство станет действительно системой, а не каким-то подобием. Ну, стосовно скасывания там ряду законов, норма про наявность у генерального прокурора вищей юридической освятии, вона все-таки повернется в законодательство или нет? Потому что некоторые коллеги, тут народные депутаты, которыми я сегодня ставила это вопрос, они скептичны. Они говорят, что когда уже ухваливается какой-то закон, то навряд ли там что-то будет скасовано. Все будет зависеть, кто придет к власти. Я еще раз говорю, у нас есть политические партии, проекты, которые управляются из-за океана, их компании финансируются, да, другими государствами. Я считаю, что это на самом деле должно квалифицироваться как измена родине, но, тем не менее, пока мы живем в этих условиях. Если придут люди, которые действительно будут заботиться о своей стране, то в первую очередь я считаю, что управлять государством должны те, кто это умеет делать. То есть...